Всем привет! С вами Алис Канаберилаб, сегодня говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило. За последние часы на нашем светиле мы видим 2-3 часа и 4-5. Вот в этих зонах такая большая активность. Совсем чуть-чуть, вот 8-9 часов выделения плазмы. Но каких-то чрезвычайных событий не происходит. Все, как обычно, можно сказать, на Солнце. Давайте посмотрим последний кадр, но в тех же самых зонах. 2-3 часа, если по циферблату смотреть, 4-5. Вот здесь плазма выделяется немножко 6-7. И вот 8-9 часов в этом направлении. В общем-то, по Солнцу ничего особенного нет. Вот смотрите, какие новости у нас доходят теперь до уровня B. Это говорит о том, что потихонечку Солнце пытается успокоиться. И за последние сутки максимальная вспышка была M1,64. Вероятности тоже упала. Упали С-классы 99%, M-класс 35% и X-класс 5%. Мы видим, что основная зона это 54-я зона. Она сгенерировала M1,6. И еще какая-то зона с прочерком. Но там всего лишь C1,4. То есть не так уж и важно. 54-я зона уже от нас отворачивается. Да, она выглядит очень прям так солидно. Но уже все отъезжает. И мы видим, что выдали, послушали меня вчера здесь 36,61 и вот 36,62. Это новые зоны. Смотрим еще здесь. И на 8 часах там что-то может появиться. Но пока что эти зоны довольно-таки маленькие, незначительные, не проросли. Поэтому можно сказать, что каких-то особых эффектов от них ожидать не будем. 21 пятно. Всего лишь 5 активных зон. Представляете, как легко считать. Просто чудесно, после того, как было там 16-18 активных зон. Там больше сотни пятен. Теперь все просто. Но 54-я, смотрите, она непростая. Она бордового цвета. И бета-гадма-цета. То есть уровень у нее такой активности. Так, смотрим в другом диапазоне. О, здесь, смотрите, какие протуберанцы. Прям такие красивые. Вот они какие-то сложные структуры имеют. И здесь тоже такой довольно-таки жирненький, да, получается, как змея. Здесь прям зависания какие-то происходят. Торнадообразные протуберанцы. Ну вот на 8-ми часах, мне кажется, здесь есть еще активная зона, которая подвернется к нам. Вот. Ну, знаете, что-то завтра день трудящих всегда надо сделать выходной. Вот, наверное, не будет выпуска завтра. Так вот сделаем. Ну, дырочки пытаются вот здесь прорасти в северном полушарии. Мы видим, что попытки есть, но пока что такого существенного значения не видно. Егор пишет. То, что я вижу я в светиле, меня пугает. Смею предположить дальнейшее нарастание катаклизмов в итоге. Ну, вы знаете, да, есть тенденция к нарастанию. Прежде всего по вулканам сейчас серьезно. Так, Виталий Ушталюк пишет. Спасибо, благодарю вас. Так. Ладно, остальное про вулканы сейчас мы чуть попозже тогда поговорим. Теперь давайте посмотрим, что у нас по геомагнитной обстановке на планете. Мы видим, что все тихо, все спокойно. Двоечки. И вот последнее значение единичка. В общем-то, все прекрасно. А вот в будущем здесь ожидаются возмущения до четверки. Где-то такого уровня. Ну, связаны это вот были там выбросы плазмы. И чуть-чуть по касательной. Говорить о том, чтобы из дыр выброс был. Не, это не стоит. Так. Вот такие интересные комментарии. User Geo5 пишет. Алекс. Кто же управляет солнцем все-таки? Чаще всего выбросы не в сторону нашей планеты. Как только отворачивается от нас в области 2-4 часов, начинается какой-то концерт, который мы не видим. По традиции сразу 10 лайков. 10 сердечек, извините меня. Спасибо вам огромное. Да, интересный такой вопрос. Вы знаете, здесь могут оказывать влияние планеты. Имеется в виду, что когда вот сюда доходит активная зона, как сейчас 54-я, они просто как с ума начинают сходить. Либо это центр галактики, понимаете. Либо это вот галактические какие-то процессы. Я думаю, что на самом деле в оба фактора играют здесь. Но сильнее, мне кажется, галактический процесс. Прекрасный вопрос. Спасибо вам большое. Еще раз спасибо за сердечки. Люблю это. Благодарю. Оксана Шевченко пишет. Благодарю, Алик. Спасибо большое. Вот юзер МФ2 пишет. У меня все родственники и знакомые еле пережили выходные. Везде говорят про магнитные бури. А вас как не слушаю, все не в сторону нашей планеты. А что они нашу планету по кругу обходят? Вы понимаете, геомагнитные бури, они вызываются не только вспышками на Солнце. Есть различные факторы. Один из них это действительно вспышки. Другой это дыры. Понимаете, солнечный ветер. Ну, когда вот они разрастутся, дыры. Они с хорошей вероятностью вызывают всегда геомагнитное возмущение. Но они как бы стабильны. Понимаете, они вроде бы геомагнитное возмущение вызывают. Но что-то такого сверхъестественного не происходит. И бывает еще третий вариант, когда вот этот протуберанец, допустим, который сейчас направлен напротив нашей планеты, отрывается и летит прямо в сторону нашей планеты. Это плотные сгустки плазмы. Вот это самый плохой вариант. Самый плохой из всех трех. Хотя вспышки, если там X10+, то они тоже могут оказать очень такое значимое влияние. Ну вот, ГР-46-53 дает такой ответ, точнее совет. Причина ближе, чем кажется. Больше гулять надо и меньше кушать. Абсолютно согласен. Понимаете, здесь даже не то, что просто гулять или кушать. Просто нужно давать организму здоровые стрессы. Потому что вот эта реакция на геомагнитные бури, она это маленькие стрессы. Понимаете, если ваш организм реагирует на такие маленькие стрессы, это означает только одно, что вы не даете большие стрессы. А если давать большие стрессы, допустим, пробежать марафон, поднять штангу от земли, а над головой там 100 килограмм, да, ну безопасно, конечно. Для этого надо тренироваться. И прочие активности там, проплыть на лодке там какое-то или просто проплыть. Даже на лошади проскакать, знаете, это тоже такая работа непростая тело. Вот, то тогда вот эти мелкие стрессы, они просто будут не замечаться, понимаете. То есть организм будет занят большими стрессами, да. Светлана Шанти пишет, благодарю и дарит сразу 7 сердечек. Спасибо вам большое. Пишет, очень нравится ваш голос. Благодарю, приятно. Так, ну что, давайте теперь посмотрим, вернемся, да. Мы посмотрели геомагнитную обстановку, теперь вулканы. Вулканы, вот у нас 53 вулкана при норме 40. То есть выше нормы гораздо. И вот юзер SHBV пишет, ого, уже 53 вулкана, наблюдая с декабря. Было 43 при норме 40, теперь 53. Да, действительно, идет отчетливый рост. Вот в этом году прям так стабильно идет пока вверх и резко не падает вниз. Хотя в прошлом году было больше, да, доходило там чуть ли не до 60 вулканов. Об этом помнит Ольга Шаламова, и она об этом пишет в комментарии, что было. И еще больше вот она пишет. Спасибо вам большое. Так. Еще какие интересные вопросы. Давайте. Да, вот такой интересный вопрос от Розы Геровской поступил. Алекс, здравствуйте. Благодарю вас за выпуски, за выходные уже соскучилась. Ой, приятно, да, спасибо. У меня вопрос. Вот вы говорите, выброс пепла на 7 километров над уровнем моря. Это получается вместе с вулканом, его высотой, высота указана. И какая может быть максимальная высота выброса? Да, высота вулкана сюда входит. То есть 7 километров, чтобы просто понимать, до какого уровня в атмосфере поднялся пепел. Потому что это имеет значение для его распространения. А вот максимально пока что зафиксировано вот это Тунга, Хунга, Хуапай, который извергался пару лет назад. И там по определенным данным до 50 километров. Но так вот, если представить извержение супервулкана, я думаю, что где-то 100 километров, да, реально такой может быть выброс. А может быть даже и больше, понимаете. Может быть там вот эти какие-то там спутники, там как на Марсе, допустим. Да, там вот эти два спутника, они какие-то кривые, как два камня. То есть Луна у нас такая красавица, да, такая круглая, прям. А пышечка там летает вокруг Земли. А колобок такой, да. А у Марса там прям какие-то огрызки, реально. И вот сразу возникает впечатление, не вулканическая ли активность выбросила эта бомба. И три сердечка от Розы. Спасибо большое, очень приятно. Так. И вот как раз про выбросы вулкан Руанг. Он сегодня ночью в час 15 ночи произвел по местному времени мощный взрыв. И поднялся пепел, молнии там, там какое-то колоссальное количество молний в минуту зафиксировано. Все было очень красиво. Лавовый фонтан впечатляющий. Несколько сотен метров над кратером. Очень красивые извержения, знаете, такой. Раньше Фуэк был фотогеничный вулкан. А теперь вот этот Руанг прям. И да, и высота 19 километров. И вот о чем речь-то идет. Бомбы. Бомбы вылетали и от вершины падали на расстояние до двух километров. И поэтому там даже увеличили зону безопасности подхода к вулканам. Что еще у нас интересно. Семеру в Восточной Яве. Там тоже взрывные извержения. И высота пепла на 4300 метров над уровнем моря поднимается. По Покадепетле в Центральном Мексике там выброс пепла на 6100 метров над уровнем моря. И Сабанкая в Перу на 6700 метров над уровнем моря. Ну, получается, что Сабанкая в Перу самый такой высокий выброс за сегодня. Давайте пойдем посмотрим теперь сейсмичность. У нас 58 крупных землетрясений. Магнитон 4,8 и выше за последние 7 дней. При норме 50, то есть видно, что потихонечку возвращается к норме. За последние сутки, ну, активность, так, видно, что особо крупных-то не было в землетрясении. Но зато много, смотрите, 4,8 в Перу на глубине 92 километра, Южная Мексика 5,1 на глубине 142 километра, Тонго 5,1 на глубине 10 километров, Вануату 5,2 на глубине 10 километров. Затем Соломоновы острова 5,1 на глубине 51 км, Филиппины 4,9 на глубине 43 км и Мьянма 4,8 на глубине 10 км. Вот такие события наблюдались сегодня. Преимущественно около экватора. По статистике три пятерки, 39 четверок, 114 троек, 252 двоечки. За последние сутки общая нормативность признана как умеренной и если перевести в атомные бомбы, энергия выделилась 0,4 атомных бомб. Вот такие вот новости. Так, еще Дарья менеджер разместила в телеграме сообщение, она репостила о том, что на Тайване тысячи многоножек мигрируют по лесам и местные жители считают и беспокоятся, что такое поведение предвещает большую сейсмичность. Ну, знаете, да, не без оснований. Почему? Потому что там начали, скорее всего, какие-то выделяться газы из нетера и ЕМ. Это, судя по всему, не нравится. Ну, насколько будет там событие, ну, по крайней мере, вот то, что я считаю, что там какой-то подводный вулкан потихонечку готовится к извержению. Ну, по крайней мере, признаки такой вулканоидной активности и присутствуют. Ну, а там посмотрим, как и чего. Так, ладненько, давайте перейдем теперь к локальным данным. У нас Курила, Камчатка, вот здесь вот мы видим, да, сейсмично. Посмотрим по другой карте. Типичная активность здесь на Аляске идет вдоль фьорда, такой Данкориджа. Дальше здесь поворот в сторону Канады. В заливе вот здесь есть 3,2 на глубине 10 километров. Вот отличие, в чем заключается доход до Динали на севере и здесь на северо-запад уходят здесь двоечки 2,5 на глубине 10 километров. Давайте Гавайи посмотрим в основном в проекции Килауэ события. Ну, вот вчера Штиль был, сегодня вот здесь опять ближе к Йеллоустону здесь активность. Опять в Монтане взрывали, а вчера на высоте 2 километра, а в Айдахо здесь двоечки 5 километров. Опять взрывали у нас в штате Вашингтон, здесь 600 метров и 300 метров. Плюс у Сиэтла вот здесь тоже какая-то мелкая активность двоечки на глубине 24 километра. Напротив Орегона здесь в океане 3,6 на глубине 10 километров. Ну и типичная у нас Калифорния активность, прилегающая региона Невады. Западный Техас очень-очень, смотрите, расширение пошло, здесь еще 3,1 на глубине 10 километров. Допустим, Оклахома есть активность, взорвали, вот здесь не указано какая глубина в Оклахоме. И вот в Миссури двоечка на глубине 9 километров. Около Пуэрто-Рико здесь со стороны Домиканского республика четверка на глубине 101 километра. Сирии и Новго-Западе это обычное такое явление на севере, здесь 2,9-49 километров. 3,1-16 километров и 3,1-33 километра на северо-восток от Пуэрто-Рико. Ну что, переходим к основной карте, что здесь интересно. У Азоров 3,3 на глубине 5 километров Канары, Испания. Запад Швейцарии на границе со Францией здесь 2,3 на глубине 10 километров. Рядом с Амстердамом 2,2 на глубине 8 километров. Вот где не ожидаешь сейсмичности, это вот здесь вот Голландия. Вроде бы плоскость, здесь полно там болот, воды какой-то. Чуть не ниже уровня моря, там поля располагаются. Лопатой копнешь и там сразу вода, то есть там сантиметры воды, вроде бы казалось бы. Но все равно граница суши и моря. Вот, пожалуйста, 2,2 на глубине 8 километров. Так что зафиксировано. Так, на границе с Чехией 1,6-11 километров. Юго-западная Румыния 4,2 на глубине 10 километров. Это не Зонов раньше, это на границе с Сербией. Там тоже такой очаг организовался. Так, ну что, у нас Неаполь опять отмечается, да. Здесь в районе Флегрейских полей 2,0 на глубине 1 километр. И на юг вот такая цепочка идет. Давайте разглядим Грецию 3,3-9 километров. Здесь двоечки по западу. В Албании здесь есть двоечка неглубокая. Вот, на юг от Крита 4,1-41 километр. И опять на север 3,9-16 километров, да. Вокруг Крита что-то какая-то повышенная активность явно. Смотрим Турцию. Центральная Турция 3,5-5 километров. По западу здесь у Измира есть двоечки. В районе Малатья 3,3-8 километров. В районе озера Ван мелкая активность присутствует. Так, вот Ольга Шаламова такой вопрос интересный задает. Вот интересно, из-за изменения климата на Аравийском полуострове будет ли там землетрясение со временем? Воды столько в пустыне, она же будет копиться. А да вы знаете, нет. Она мне кажется очень быстро испарится там. То есть ее сейчас много, но буквально там, когда начнутся жаркие деньки, все это взлетит, очень быстро испарится. Если речь про саудитов, то они сами нахимичились дождями, а у соседей отголоски. Ну это да. Но теперь вопрос, что будет дальше с этим. Я думаю, что у них там до 50 градусов доходит, там температура все это очень быстро с водой расправится. Так, юзер МУ8 пишет. Алекс, хочу вас расспросить о монолитности материков. Понятно, что по линиям разломов есть трещины, есть данные о пустотах на глубинах порядка сотни километров. Или таких данных пока нет. Хотелось бы верить, что современная наука обладает возможностями глубинного сканирования толщи суши. Вы знаете, там на самом деле возможности очень хилые. И очень хилые это делается по сейсмичности, по прохождению волн. Там вот есть П-волны, которые колеблются вдоль линии распространения. Есть волны, которые идут перпендикулярно. И вот когда они проходят среды, между ними скорость прохождения разная. И вот они делают просто вывод о том, что там какая-то структура отличается от остальной структуры. Понимаете? И то это должны быть очень крупные структуры. Ну и понимаете, что это не самый лучший способ. Самый лучший способ это по типу вот Кольской сверхглубокой на Кольском полуострове. Но почему-то, когда СССР пал, первым делом закрыли этот проект. Прям вот первым делом. Буквально там даже год не прошел, понимаете, с развала СССР. Как будто кому-то вот это надо было. Прям вот самое неотложное было. Давайте вот срочно прям закроем. И причем так, чтобы сложно было возобновить. Так, вот такие вот мысли. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, вот ГР4653 пишет. Разве монолитность доказана на сто процентов? Сомневаться нормально? Ненормально продвигать непроверенные теории, как стопроцентную истину? Да, соглашаюсь с этим абсолютно. И мое персональное мнение, что наша планета все-таки живой организм. Вы понимаете, его надо так рассматривать. Вот этот общий подход. Так, 4,1 в Тибете. На глубине 10 километров. На границе с Мьянмой 3,490. На юге 4,8-10 километров. На востоке здесь 3,5 километров. Суматра 4,6-28 километров. Причем, смотрите, вот здесь юг Мьянмы. Это вот сюда же Антаманские, Никобарские острова и тут же Суматра. Вот это вот все опасная такая зона. Так, смотрим Камчатку здесь на юго-восток. 4,7-49 километров. И тоже средней глубины. Еще четверки две. Меньше магнитуды. Так, 4,352 километра Курилы. Центр Японии 3,7-10 километров. Видите, обычно у Токио, либо у этого полуострова. А тут решил прямо в центре сыграть. Наха дает 4,4-10 километров. Вот Тайвань тут продолжает. 4,2-4-4, на глубине 7 километров. Северные Филиппины 3,7-23 километра. 3,1-3,1-44 километра. Так, 4,9-45 километров. Это южные Филиппины. И там еще есть 4,5. Рядом на глубине 65 километров. Чуть севернее. Здесь 3,1-34 километра. Южнее Маловское море уже 4,4-19 километра. Здесь 3,8-23, 3,7-1 километра. Видно еще неглубокие и средние глубины. Здесь троечки-двоечки есть. Ближе к Холмахера. Здесь 3,7-14. 3,9-37 километров. У Соловеси троечки неглубокие. Тут уже активность Амбон 4,0-10 километров. Запад Ява. Здесь троечки неглубокие. На юг от Ден-Пасара 4,2 на глубине 10 километров. О, здесь смотрите, все проснулось. По северу Папула. Здесь 2,9. 3,4-10 километров. 4,5-10 километров. На востоке 4,8. Здесь Соломона 4,8-84 километра. И 5,2. Вот здесь вот Фиджи. Видите, поспали немножко и опять пошла активность. Интересно, что в Австралии уже который день нет активности. Так, Ктонга 4,7-370 километров. 4,3-568. Нормальные. Восточный чуть 5,1-10 километров. На юг 4,5-190 километров. У Новой Зеландии в проливе 4,7-87 километров. 3,9-92. И на Южном острове здесь 3,2-96 километров. Давайте Антарктида посмотрим. Ничего нет. В Африке тоже не видно. В Канаде все спокойно. Давайте посмотрим Мексику. Что у нас в Мексике. Здесь в Калифорнийском заливе 4,1-10 километров. В северне у Тихваны 3,1-6 километров. На севере Мексики 3,7-9 километров. Рядом с Техасом. У Колемы здесь троечки такие неглубокие, средней глубины. И от Акапулька вниз вот так вот идет гряда из землетрясений. Здесь 4,0-4 километра. 4,1-18. Рядом с заливом 4,2-57. Здесь троечки неглубокие. И вот 5,1-161 километра. Южная Мексика и 4,2-194 километра. На границе дается 3,8-12 километров. Сальвадор 3,5-25 километров. Никарагуа 2,6-2,9. На Коста-Рика здесь троечка. У Панамы здесь 4,1-9 километров. 4,0-78. Ну еще и троечки здесь присутствуют. Западная Гаити 3,3-5 километров. 3,4-19. Здесь средней глубины в Доминиканской республике. Большое количество мелких толчков. У Лимы 3,7-43 километра. Южная Перу 4,8-93 километра. Стороны Боливии 4,3-192. 3,6-207 километров. Здесь около сотни километров троечки в Чили. Смотрите, Сальто дает на севере Аргентины 4,6-10 километров. Обычно здесь более глубокие 3,0-22 километра. Есть здесь на границе с Чили троечки 117 километров. Сан-Хуан тоже средней глубины. Севернее Мендозе землетрясение. Так, здесь двоечки Ульпараисы 3,6-45 километров. И Концепцион дает 4,4-18 километров. Так, южнее 2,6-57. И вот южная Чили уже 3,1-10 километров. Вот такие вот новости на сегодня. Поздравляю вас с наступающим 1 мая. Хорошо его отметить, так сказать. Ну и мы тоже завтра сделаем выходной. А с вами был Алекс, канал Березавжи. Отличного поражения.